Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена работам бездавательским сырьем. И смотреть мы будем на примере ERP. Вы видите на экране контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам оказалось неудобным по какой-то причине время проведения нашего вебинара, то вы можете вернуться на сайт чуть-чуть позже и посмотреть в записи. Мы выкладываем записи, соответственно, вам может быть доступна и эта информация, и что-то еще может быть вас заинтересует. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика ДНС Гардышева Галина. И, собственно, поговорим мы вот о чем. Программу нашего вебинара вы сейчас видите на экране. И мы поговорим про настройки, которые необходимо сделать для работы с давательским сырьем, какими документами сопровождаются такие операции. В чем принципиальная разница между получением для переработки какого-то сырья и передачи в переработку, то есть оформление давальческого сырья, переданного на сторону и полученного. Ну, естественно, выкуп товаров давальца, дополнительные сервисы и отчеты. Ну, как вы знаете, программа практически очень большая, и настройка справочников, это... Тут можно по каждой теме проводить вебинар, но, к сожалению, мы не сможем так подробно рассматривать, поэтому, в общем-то, придется достаточно сжато в быстром темпе. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Мы будем с вами нормативную, так сказать, информацию смотреть по слайдам, а потом будем переключаться с вами вот таким образом, переключаться на демо-версию ERP, и, соответственно, то же самое, что посмотрели на слайдиках, будем разбирать здесь и смотреть, как это на самом деле выглядит. И будем снова возвращаться к нормативной информации. Сначала немножко теории, немножко освежить, так сказать, сведения в памяти. То есть стартовые установки, как вы помните, мы с вами проводим через раздел НСИ и администрирование. Сейчас я туда переключусь. То есть вот раздел у нас НСИ и администрирование, то есть научно-справочная информация и администрирование. Это, так сказать, грубые настройки, то есть когда мы активируем какие-то блоки, поскольку изначально по умолчанию не все блоки активированы и требуют дополнительного вмешательства, чтобы использовать их на практике. Таким блоком является у нас работа с давальческим сырьем в меню производства. То есть вот у нас настройка НСИ и разделов, и вот у нас меню производства. Переходим. И, как вы видите, у нас здесь есть пункт переработка на стороне. То есть, соответственно, в первую очередь мы ставим, что мы используем производственный блок, вот такую красивую зеленую галочку, чекбокс, мы проставляем. И после этого, ну, соответственно, то, что касается вашей специфики, вы можете проставить здесь. И после этого мы переходим к следующему пункту. Это у нас переработка на стороне. То есть мы проставляем флажок производства на стороне. Обратите внимание, у нас здесь в меню версия 2.4 и версия 2.5. На самом деле версия 2.4 уже достаточно давно не используется. Используется версия 2.5, поэтому вот этого флажка может не быть. Можно проставить только этот. Но на всякий случай у нас стоит и там, и там. Потому что может быть у вас, например, 2.4, но сильно дописано, и поэтому вы не можете перейти на более поздние версии. Ну и, соответственно, когда мы работаем с чекбоксами, то есть первоначальными настройками, то мы всегда обращаем внимание на подсказочки. То есть внимательно читаем, что здесь за подсказки и для чего они нужны. Соответственно, мы должны выбрать, что производство на стороне. Да, мы должны использовать, значит, закрывать или не закрывать частично отработанные заказы. Ну, это, соответственно, вашим бизнес-процессом. То есть проходим все аккуратненько до конца, заполняем там, где это нам необходимо. И, ну, сейчас мы пока уходим отсюда. Возвращаемся к нашим слайдикам. Так, и снова смотрим, что здесь. Значит, когда мы работаем с НСИ, надо помнить о том, что для этого раздела необходимо, чтобы у пользователя, под которым вы заходите, был административный доск, полные права. Потому что тут к некоторым вещам нужно относиться очень аккуратно. Как я уже говорила, это мы делаем в разделе НСИ и администрирование. И, соответственно, давайте с вами поговорим, когда же мы используем работу с довальческим сырьем-то на самом деле. Ну, на самом деле у нас может быть два, так сказать, глобальных, две глобальных причины, когда мы используем довальческое сырье. Ну, первое, это когда у нас недостаточная загрузка оборудования, и мы имеем возможность за какие-то услуги оказывать за денежки сторонним предприятиям. То есть, например, у нас не до конца загружен какой-то станок, например, пескоструйная обработка, мы можем брать заказы. Или если у нас, наоборот, нету каких-то станков и оборудования, им вынуждены заказывать эту операцию на стороне. Ну, например, там покраска заготовок. То есть, соответственно, у нас в этом случае возникают операции, которые мы выполняем с сырьем, которое либо нам не принадлежит, мы оказываем только услугу по его переработке, либо, соответственно, мы сами не можем выполнить какие-то моменты и передаем свои материалы на сторону. Поступление сырья от давальца и передача давальцу у нас регистрируется в системе двумя способами. То есть, мы можем использовать заказ давальца, и в нем фигурируют наши взаимоотношения, то есть, соответственно, взаиморасчеты, когда и сколько должны быть оплачены наши услуги. И поступление сырья и материалов, когда и чего передали нам, или наоборот, мы передали. Ну, и, собственно говоря, объемы чего и сколько должны выпустить. Соответственно, это все сопровождается документами. Но хочу обратить ваше внимание, что поддерживается такая схема, что применять заказ необязательно. То есть, несмотря на то, что с заказом работать удобней, можно использовать беззаказную схему. Сейчас мы немножко с вами поговорим про схемы, а до этого еще тоже освежим в памяти, что такое давалец и что такое давальческое сырье. То есть, давалец – это тот, кто формирует заказы на переработку собственного сырья чужими силами, например, покраску деталей. Это давалец. И для нее выдается, соответственно, производство на стороне, блок активируется, и материалы – это давалческое сырье. А предприятие, которое обрабатывает наши заказы – это перерабочек. На самом деле, и перерабочек, и давалец могут быть нашими своими собственными юридическими лицами. То есть, они могут вестись в рамках одной информационной базы, но могут быть и сторонние организации. Ну, то есть, соответственно, учет сырья у давальца и у переработчика организуется независимо друг от друга. Те давалческие материалы и сырье, которые принимает перерабочек, он может принимать непосредственно от заказчика, или может принимать с третьей стороны. То есть, еще субподрядная система применяется для переработки, для выполнения различных работ или выпуска какой-то готовой продукции. Ну, конечно, чаще всего бывает, что это выпуск каких-то полуфабрикатов, которые своими силами либо неэффективно производить, либо у нас нет такого оборудования, чтобы произвели данные заказы. А самое основное, что в этом случае право собственности на передаваемые товаром материальной ценности при давальческих схемах не переходит. То есть, стоимость сырья не оплачивается, и остатки, если они остаются, возвращаются заказчику. Ну, и, собственно говоря, оплачивается только работа по выполнению, какая была заказана, какая была согласована с договорем. И даже если у нас в договоре какие-то конкретные указаны параметры, то использование заказа давальца не является обязательным. То есть, как я уже говорила, у нас беззаказная схема. Сейчас мы с вами посмотрим несколько слайдиков, которые иллюстрируют схемы, каким образом может быть организован документ оборот при разных способах организации работы с давальческим сырьем. на самом деле это надо для того, чтобы правильно настроить дальнейшую работу, ну, соответственно, и документ оборот. Первая схемка – это у нас… Ой, извините. Так. Первая схемка – это у нас механизм давальческого… переработки давальческого сырья, который мы активировали с вами, производства и давальческого сырья. То есть, вот здесь у нас цепочка – это вся видна. Мы ее с вами перед этим посмотрели, а завершается она у нас… начинается в разделе НСИ и производства. Перейдем в… Переходим в нашу демо-базу. И после того, как мы в НСИ активировали данные, возможность работы с данным блоком, мы переходим в меню продажи. И у нас здесь, обратите внимание, настройки для ERP 2.4. Но мы с вами будем рассматривать ERP версии 2.5. И, соответственно, вот у нас блок для работы с этими документами. То есть, соответственно, вот у нас заказы давальцев – это рабочее место. И документы приема в переработку – все. Это общий журнал документов. Сейчас вот мы его посмотрим. То есть, соответственно, общий журнал документов, где отражаются все документы, которые могут быть созданы. Здесь у нас есть такая тонкость, что по кнопке «Создать» нам доступно создание нескольких видов документов. Ну, то есть, соответственно, если вы создаете из общего журнала, то у вас есть возможность выбрать. Как вы видите, ну, основные – это, например, поступление от давальцу, отчет давальцу, передача давальцу. Здесь нужно понимать документооборот, который мы хотим настроить. Как это на практике происходит? Ну, например, наше предприятие получило какие-то товароматериальные ценности для переработки. То есть, соответственно, мы оформляем документ «Поступление от давальца». Значит, в моем случае это вот такой пример. Вот он у меня создан, что я получаю вот такие-то материалы, и мне их надо, согласно договору, что-то с ними сделать. Значит, соответственно, когда я создаю договор, я заполняю закладочку «Основное». «Основное». Видите, если бы у меня был заказ, то я, соответственно, поставила бы на основании заказа, у меня бы создался этот документ, и уже все поля здесь были бы заполнены по информации, которая у меня есть в заказе. Но поскольку я не использую заказ, то, соответственно, вот эту информацию я заполняю самостоятельно, вручную. То есть я выбираю операцию. У нас тут доступно прием на хранение с правом продажи и просто поступление от давальца. То есть я могу и принимать товары на ответственное хранение без переработки. Ну и, естественно, я выбираю того, кто у меня будет собственником этого, этих товаров. Я выбираю договор. И договор мы, это, естественно, так вот сейчас делаем. Я могу новый договор создать. Может быть, он у меня уже есть действующий. Например, в рамках одного договора я делаю несколько транзакций. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. То есть я захожу в договор, на основании которого у меня происходит передача товарческого сырья. И смотрю, что здесь нужно обязательно учитывать, на что обратить внимание. Ну, стороны договора, это понятно. Счет организации. Если я, например, могу выделить, ну, использовать направление деятельности, выделить под это направление деятельности какой-то конкретный расчетный счет, я его здесь выбираю. Если нет, то у меня можно выбрать из тех счетов, что сейчас на моего предприятия, либо тот, который мне нужно, либо тот, который назначен основным по умолчанию. Соответственно, если у меня есть группы, то есть такие договора у меня как-то группируются, то я могу выбрать группу. У меня создана вот такая иерархия. То есть, видите, у меня, допустим, производственные услуги, консалтинговые. Ну, то есть, соответственно, я выбираю в этом случае производственную услугу. Еще раз хочу заметить, что когда мы заполняем вот эти справочники первоначальные, надо максимально подробно заполнять всю информацию, потому что потом она используется и в отчетах разных, и в проводках, и, соответственно, чтобы не возникало проблем с пустыми полями, с пустыми ссылками. Закладочка расчета и оформления. Мы выбираем, как мы детализацию расчетов создаем. Ну, то есть, соответственно, проходим по всем этим значениям и проверяем, что с нашими бизнес-процессами коррелирует. Еще одна тонкость. То есть, вот сейчас у меня, допустим, детализация расчетов установлена, и нет уже никакого выбора. То есть, я не могу выбрать из каких-то значений. То есть, что это значит? Это значит, что у меня уже документ был создан, и я его сохранила и закрыла. То есть, у меня документ уже закрыт, редактирование. Но если я вдруг нашла какой-то серьезный косяк у себя, и я хочу его исправить, то я могу через кнопочку «Еще» вот сюда выйти и запросить разрешение и редактирование ликвидитов. В этом случае у меня появляется вот такое предупреждение. То есть, вы в своем уме и присутствует, к сожалению, и разрешаю редактирование. В этом случае у меня появляется возможность выбирать несколько вариантов. И, соответственно, я выбираю то, что подходит для меня. То есть, соответственно, если мы говорим про давальческое сырье, то, соответственно, этому я выбираю, например, по расчетным документам. Ну, я предполагаю, что я по этому договору буду делать несколько транзакций, поэтому выбираю такую детализацию. На закладочке «Учетная информация» у меня заполняется, ну, точнее, должна заполняться группа финучетов, расчетов. Ну, соответственно, должны быть заданы проводки, которые сопровождают такую операцию. Ну, поскольку у меня проводок конкретно по ДТ не создана, то я не могу показать, а на самом деле мы с вами через кнопочку «Создать» можем записать такую проводку. Проводки у нас, напомню, когда мы получаем давальческое сырье, у нас задействован заполансовый счет 003. А когда мы передаем свои материалы, свои ТМЦ, то у нас работает счет 1007. То есть, соответственно, мы задаем такие настройки в группе финансового учета, если они у нас еще не созданы. Поэтому обратите внимание, я специально делаю акцент на этом моменте. До того, как настраивать блоки, нужно проверить, что у вас заполнены справочники с корректными проводками, с вашей спецификой конкретной, с корректными наименованиями, например, направлений деятельности, номенклатурных групп и так далее. И уже после того, как первичные справочники классификаторы заполнены, можно переходить к настройке таких блоков, как производства. Так, сейчас мы пока это настроим, закроем эту настройку. То есть, мы поняли, что в группе финучета надо сделать нужные проводки, но я этого делать не буду. Значит, поле комментарии, это текстовое поле. Мы здесь можем писать, что нам угодно. Ну, меню файла, это, собственно говоря, мы можем приложить здесь, соответственно, например, чертежи, порядок покраски. то есть, соответственно, любую информацию о файлах в PDF, в Excel, ну, то есть, в любом приемлемом для нас формате. Так, здесь пока мы с вами закрываем. Нет, нам не нужно. Не будем это сохранять, это мы только посмотрели. Значит, снова возвращаемся к слайдам. Так, и вот такую схемку мы с вами должны учитывать, когда у нас поступает сырье от давальца напрямую, допустим, вот, то есть, мы заказ не использовали, у нас напрямую поступило сырье, мы его оформили документом поступления от давальца, дальше мы используем, например, этап, какой-то этап в производстве, производим нужную работу, ну, например, раскрой металла, покраску каких-нибудь деталей, конструкции, ну, то есть, любую технологическую операцию, которую нам надо, и вот тут основная кроется тонкость, то есть, мы составляем отчет давальцу, не передача давальцу, а сначала отчет, потому что документы, которые позволяют возникнуть задолженности за выполненную работу, это именно отчет давальцу, то есть, не передача готового уже полуфабриката, а именно отчет, потому что он отражает то, какая работа была выполнена и за какие деньги, а уже после этого создавляет документ о передаче давальцу. Это, так сказать, самый простой вариант, сейчас мы на практике еще раз вернемся в меню производства, документы передачи в переработку все, ой, вот тут вот, 2,5, все, и посмотрели, что у нас здесь, то есть, мы создаем нужный нам документ, выбираем его и создаем, ну вот, например, передача товаров, передача переработчику, так, это в случае, если я, когда валец, передаю какое-то сырье, ну вот, я передала, доставка, закладка доставка, мы с вами выбираем, здесь, либо самовывоз, либо транспортная служба собственная, либо это какой-то внешний перевозчик, но если мы выбираем самовывоз, это понятно, если мы выбираем транспортные услуги любой из вот этих, то это значит, что это либо сторонний перевозчик, либо у нас какая-то транспортная компания, с которой мы всегда работаем, и в этом случае мы должны здесь дополнить, вот я выбрала с помощью перевозчика с нашего склада, выбрала транспортную компанию, значит, здесь мы обращаемся к справочнику контрагента, вот таким образом, вот, и я выбираю здесь того, кто мне нужен, сейчас, закрыть мы, вот так вот, чтобы закрыть можно было, так, возвращаем на родину, и, соответственно, на закладочке дополнительно у нас есть вот такой интерфейс, соответственно, тоже проверяем, чтобы здесь все было заполнено, соответственно, подразделение, то есть склад, чтобы был тот, на который поступило и, соответственно, возвращалось с него, ну, и вот остальную информацию по возможности заполняем, это мы создали документ передачи товара в переработчику, а вот если нам поступило, то есть, если мы оказываем услуги переработки, то здесь, собственно говоря, обратный процесс, то есть у нас на закладочке основной тоже самое оказывается наша организация, наше юрлицо, наш контрагент переработчик, склад, на который происходит товародвижение, что конкретно передается, и на закладочке дополнительно абсолютно точно такая же информация. Теперь мы с вами возвращаемся к слайдикам и смотрим другую схемку. здесь у нас делается уже с использованием заказа, и в этом случае у нас происходит вот такое, такая схемка, можно описать наше производство, то есть мы создаем заказ, в этом заказе мы указываем все подробности, то есть что, сколько стоит, когда передается и когда возвращается, ну то есть все подробности нашей сделки, и что, к какому этапу производства относится эта операция, если, например, у вас многоступенчатые, многоэтапные производства. Дальше производство само мы производство без заказа делаем или силами переработчика, то есть вот такая новая функция здесь используется, и после этого мы делаем отчет давальцу и дополнительный документ передача давальцу, это два разных документа, как вы понимаете. И используется еще вот такая схемка, то есть поступление от давальца мы также формируем, но теперь мы используем субпотрядчиков, то есть мы передаем переработчику, делается отчет переработчика, поступление от переработчика, отчет давальцу и, соответственно, передача давальца, то есть у нас дополнительно появляется, формируется один дополнительный документ. На самом деле вариаций достаточно много, могут быть заполнены по-разному, а здесь вы видите слайдик, который показывает, где мы с вами уже ходили, то есть инсы и администрирование, то есть когда мы ставили активацию, что у нас используется переработка на стороне, то есть видите красным отмечены флажки, которые нам надо обязательно не забыть проставить. И на следующем слайдике вы видите интерфейс, раздел продажи, меню, где мы только что с вами побывали, то есть вот у нас для версии 2.4, вот у нас для версии 2.5 мы с вами ходили в заказы давальцев и документы приема в переработку рабочее место. сейчас еще раз повторим, то есть меню производства и вот эти наши подразделы передачи в переработку, документы передачи в переработку все. Жирным это выделены рабочие места. значит после того как мы здесь поработали немножко снова к теории обратимся. То есть соответственно когда мы в МСИ включили работу активировали работу этих опций то у нас как я уже говорила есть возможность работать с заказами но не обязательно. и вот сейчас мы повторяем информацию что когда получаем мы ТМЦ для обработки или для хранения то у нас работает счет 0.03 забалансовый. А когда мы передаем свои ТМЦ то есть для каких-то действий которые мы самостоятельно не можем выполнить то у нас они отражаются на счете 10.07 то есть это когда мы настраиваем ГФУ то соответственно проверяем чтобы эти проводки были правильно сформированы. Само по себе движение материалов СЭЯ отражается накладной на отпуск материалов на стороны это у нас форма М15 ну и соответственно указывается количество и стоимость переданных ТМЦ то есть мы создаем для учета для учета этой операции документ поступления в переработку мы с вами смотрели список документов который нам доступен для создания из рабочего места и соответственно журнал общий журнал операций которые общий журнал операций которые мы можем в котором отражаются все документы которые мы вообще сделали и соответственно сейчас еще раз вернемся к нашим журналам передачи допустим вот в переработку вот здесь у меня документы которые я создала для того чтобы показать вам данный пример снова возвращаемся к слайдикам и вот еще о чем нужно здесь обязательно сказать то есть когда мы делаем заказ на производство и делаем этапы производства в этом случае у нас получается такая тонкость то есть назначением у нас будет являться уже не договор а сам заказ если мы работаем с заказом то есть мы в системе передаем материалы под договор а продукция производится под заказ ну допустим продукции считаем что у нас полуфабрикаты значит чтобы не ошибиться в исполнении этапов производства при нехватке материалов например мы можем использовать документ корректировка назначения это раздел склад и доставка обеспечения потребностей сейчас мы туда переключимся вот у нас раздел склад и промахнулось и доставка вот и соответственно здесь мы с вами выбираем обеспечение потребности сейчас снова вернемся к нашим вот так и здесь мы выбираем корректировка назначения и перезаполняем то есть заполняем заказ сдавается по фактической потребности то есть мы исходим не из заказа сформируем по потребностям на самом деле рабочее место документа приема в переработку позволяет нам отразить достаточно много документов ну и соответственно разных операций то есть через меню продажи мы можем сделать вот видите вы список каких документов мы можем получить еще раз возвращаемся производство документы передачи в переработку и вот у нас список документов то есть мы можем здесь группировать по видам документов по хозоперациям то есть на самом деле все равно какую группировку мы выбираем ну например вот отчет отчет переработчика это основной документ который фиксирует наши взаиморасчеты то есть выберем вот простой пример то есть отчет переработчика естественно мы заполняем шапку то есть выбираем свою организацию и нашего партнера который нам оказывает эту услугу и на закладочке продукция мы можем добавить а можем автоматически заполнить допустим через подбор через разные варианты делаем вот так то есть какая продукция выпускается ну например это окончательный пылесос допустим а у нас могут быть полуфабрикаты например заготовки кронштейны покраска кронштейнов ну и так далее заполняется закладка так это мы делаем эскейп и снимаем сейчас эту строчку материалы и работы которые передавались для выполнения этого соглашения и услуги по переработке какие были оказаны в рамках этого договора и сделка подробности самой сделки обратите внимание что у нас здесь есть соответственно входящий номер и дата документа и то же самое мы видим с вами вот здесь на закладочке основное то есть вот здесь у нас программа генерирует номер самостоятельно то есть это номер порядковый номер операции допустим в системе и число когда я эту операцию провожу а вот здесь вот на закладочке дополнительно я указываю входящий номер документа и от какого числа он ко мне поступил допустим в бухгалтерию то есть бывают ситуации особенно если это на границе налоговых периодов когда документ выписан например первым января а фактически он ко мне пришел нет наоборот что документ выписан 31 января а фактически он ко мне пришел например 9 или 10 числа ну то есть когда даты не совпадают то есть в этом случае я могу зафиксировать что у меня документ который датирован прошлым периодом пришел на самом деле в в другом периоде но соответственно если я хочу сделать такой финтушами то мне надо чтобы дата получения документа была подтвердена например за зналом регистрации входящих входящей корреспонденции так мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам вот и поговорим вот о чем то есть мы с вами посмотрели на этом слайде какие документы мы можем выбрать из журнала а вот сейчас это слайдик документа который мы уже смотрели с вами то есть это передача сырья переработчику и на самом деле по кнопочке печать мы можем вывести разные документы разные формы документов разные печатные формы документов то есть я могу вызвать итог 12 и товаро-транспортную накладную если например я передаю внешнему перевозчику а если это обычная передача например ну в рамках моих юридических лиц то чаще всего используется как мы уже говорили накладная формы м15 ну то есть соответственно печатная форма документа будет немножко другая меню блок производства документы передачи в переработку вот вы видите тот интерфейс который мы с вами смотрели и собственно говоря выбор по кнопочке создать варианты выбора у нас достаточно большие мы открываем по плюсику открываем вложенные документы выбираем из этих документов так и вот последний документ это поступление от давальца документ который ну в принципе у нас обычно является первым то есть он фиксирует передачу ТМЦ давальцу либо переработчику и то же самое по кнопочке печать мы можем вызвать разные формы разные печатные формы документов и его соответственно распечатать и по проводкам вот у нас здесь поскольку это поступление от давальца то соответственно мы учитываем полученные ТМЦ на забалансовом счете и вот такие проводочки должны поскольку это забалансовый счет то такая проводка у нас сформируется при проведении такого документа и еще немножко то же самое из этого общего журнала мы с вами можем составить разные еще документы чаще всего используется возврат давальцу то есть это если у нас возникают какие-то отходы ну то есть допустим возвратные отходы ну или может быть невозвратные невозвратные отходы чаще всего просто списываются а возвратные передаются обратно собственнику соответственно в этом случае оформляется документ передачи давальцу и выбирается хоз операция возврат давальцу то есть мы с вами вот сейчас через слайдик перескочим вот здесь мы можем видеть у меня были открыты эти два документа которые как раз таки и иллюстрируют передачу от переработчика снова возвращаемся сюда то есть здесь у нас возврат давальцу мы посмотрели с вами дальше передача давальцу для отражения выпущенной продукции то есть после того как выполнены все операции передача продукции которая выпущена например покрашена или раскроена у нас происходит документ это может быть и торг 12 и м15 мы с вами посмотрели эти две печатные формы у нас в списке присутствуют и отдельный документ отчет давальцу это основной документ который фиксирует выполнение работ стоимость этой работы и собственно говоря сам факт выполнения этой работы собственно говоря здесь на самом деле достаточно понятно но нужно сделать вот какое отступление сейчас мы снова переходим то есть у нас работа с давальческим сырьем организована сейчас закроем организована в двух разделах то есть меню продажи у нас есть два раздела прием в переработку релиз 2.4 и 2.5 а в меню производства в разделе производства у нас есть передача в переработку то есть там мы принимаем то есть это учет по счету 0.03 на забалансе а здесь мы передаем то есть точно так же у нас в разделе производства есть рабочие места но мы 2.4 как я уже говорила не рассматриваем мы выбираем 2.5 то есть соответственно у нас есть рабочее место документы передачи в переработку все и мы можем для переработки использовать соответственно эти документы под раздел производства то есть меню продажи и меню производства у нас отражают работу с довальческим сырьем ну и собственно говоря здесь у нас есть отчеты и в одном и в другом разделе которые помогают естественно в случае работы с довальческим сырьем то есть меню отчеты отчеты по производству и вот видите здесь достаточно много отчетов и мы можем выбрать то что касается конкретно работы с довальческим сырьем и кроме этого отчет этих отчетов так это мы с вами смотрели отчеты по продажам допустим вот здесь и в меню производства отчеты по производству у нас вот здесь расположены на самом деле естественно у нас кроме этих блоков с отчетами есть еще вот такой интересный ну возьмем производство вот такой интересный сервис то есть соответственно здесь добавлены какие-то дополнительные функции у нас с вами интересует формирование партии производства и перемещение по заказам на производство это кроме вот таких специфических отчетов ну и документы в переработку естественно тоже содержит блок отчетов он так же как и в других журналах вызывается вот такой пиктограммкой и здесь нам доступны вот такие журналы и здесь собственно говоря нас больше всего интересует вот этот отчет то есть связанные документы то есть структура иерархии если мы просматриваем особенно производственные какие-то документы то здесь мы увидим дерево которое отражает структуру подчиненности значит и продажи например прием переработку вот точно так же я смотрю отчеты и связанные документы то есть видите здесь у меня зарегистрирован договор и по этому договору поступление от давальца то есть я могу конкретно документы открыть посмотреть ну в общем-то закрыть когда мне уже не нужно и еще раз уж мы с вами добрались до отчетов и дополнительных сервисов хочется показать вам несколько моментов как вы знаете у нас сейчас в общем-то нет ни одного блока в ERP который не претерпел бы изменений либо в этом году либо в прошлом то есть практически все блоки имеют либо новые рекламентные формы либо какие-то изменения значит поэтому очень актуально неправильно сказала соблюдать актуальность очень важно актуальность вы можете посмотреть вот по этой пентаграммке значит здесь нас интересуют вот сведения программе это пиктограммка и с точечкой и когда мы открываем нам доступно предприятие это версия платформы и собственно сама конфигурация в ERP мы с вами смотрели на конфигурации 2.5.15 сейчас вышла конфигурация 2.5.17 и в ней собственно говоря и регламентированные формы некоторые новые и есть несколько сервисов которые в общем-то будут вам очень полезны поэтому проверьте внимательно ваши релизы соответственно если программа недоработанная дополнительно то вы можете обновить сами в этом случае вы можете воспользоваться блок МСИ и администрирования и у нас здесь есть блок администрирования и вот такое меню обслуживания программы почему хочу показать вам это это меню потому что обслуживание программы нам поможет не только обновить но и здесь есть несколько функций которые вообще-то очень полезны в обычной жизни ну во-первых это скажем так шпион достаточно хороший то есть меню обработки и отчеты есть меню отчет администратора если мы переходим по этому отчету у нас есть активность пользователя в этом случае мы можем получить отчет о работе конкретного человека и есть анализ активности пользователей вот если я перехожу по этой ссылке то мне доступна возможность я могу вот здесь выбрать вот например либо всех пользователей то есть вот я всех пользователей перенесла видите либо я могу выбрать какого-то конкретного персонажа ну например вот этого и в этом случае сформировать сведения о том что делали конкретные люди значит если я ставлю сформировать у меня получается что формируется очень удобненький отчет когда я вижу что делали и сколько человек то есть видите с детализацией например по неделям я вижу сколько человек у меня работало то есть сколько подключений сколько часов они отработали то есть например у меня три человека подключено что-то как-то четыре часа непонятно кто что делал кроме такой таблички у меня есть еще вот такой вариант то есть здесь табличка показывает сколько человек одновременно работали потому что например кто-то работал днем кто-то работал вечером а кто-то ночью то есть этому тоже может быть полезным и наконец самый скажем так самая изюминка этого отчета это вот такие графики потому что они показывают конкретно кто то есть вот администратор то есть я сейчас под администратором то есть я вот сколько всего наваяла а вот Орлов который тоже достаточно активно работал и в итоге у меня несмотря на то количество информации про подключение и про одновременно работающих сотрудников оказалось что только два богатыря работали и выполнили вот ввели вот столько документов а изменили вот столько документов и кроме того кто как работал со справочниками вот тут я вижу что я тут в пути лица работала со справочниками вот аж сколько их изменило орлов орлов Александр Владимирович мягко говоря бил баклов так и еще один момент здесь значит нам интересен это мы уходим из отчета и обработки и нам интересен раздел корректировка данных то есть корректировка данных здесь нам интересен поиск удаления дублей если вы сталкивались достаточно трудоемкий процесс найти дубли и изменить их то есть если они уже где-то в документах использовались то есть вот эта обработка позволяет найти дубли назначить например три одинаковых контрагента назначаем по количеству использования какого-то одного основным и в двух остальных случаях заменяем именно контрагента сохранения всех ссылочных данных то есть у нас не возникает пустых ссылок у нас корректно заполняются все сведения и это самый быстрый самый корректный способ на самом деле поиска дубли и устранения особенно для номенклатуры потому что если контрагентов еще как-то можно свести то номенклатуру обычно очень сложно потому что присутствует во многих документах например и коммерческое предложение и заказ и еще какие-то дополнительные документы и за всем уследить бывает сложно поиск устранения дубли это очень удобный сервис ну и если программа у вас не доработана то есть просто вы в ней ведете учет без изменений каких-то без доработок то по пункту обновления программы вы можете установить обновление самостоятельно если доступ есть в ТС но у меня поскольку программа демонстрационная то есть данные виртуальные к сожалению я выйти в интернет на ней не могу но собственно говоря если у вас реальная программа реальная регистрация то вы можете обновиться вот таким образом это мы с вами посмотрели дополнительные сервисы которые в принципе облегчают жизнь и еще один дополнительный сервис это 1С отчетность а значит 1С отчетность это на самом деле не только сервис точнее говоря не только блок но и как мы с вами сделаем это у нас с вами вот такой регламентированный учет под блок вот здесь и вот у нас раздел 1С отчетность на самом деле это не только блок но и название сервиса сервис 1С отчетность это у нас собственно говоря возможность обращаться напрямую с налоговыми органами и с другими фискальными данными и ну к сожалению у нас уже время с вами закончилось мы уходим из демо-базы и возвращаемся снова к нашему стартовому титульному листу и мне хочется еще раз напомнить вам наши контактные данные наши телеграм контакты и пригласить к сотрудничеству мы будем рады оказать вам помощь в настройке в освоении программы ну то есть любой спектр услуг которые касаются программ семейства 1С задавайте пожалуйста вопросы будем очень благодарны вам за обратную связь желательно по электронным каналам связи мы сможем в одном случае вам подготовить и более предметный ответ так что будем рады оказаться полезными спасибо вам за уделенное время за внимание на этом разрешите попрощаться всего вам доброго спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok